Главный роман Голливуда. Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. Ричард Бартон, который был 12-м ребенком в семье английского шахтера, в конце 50-х годов был звездой театрального Лондона, не очень известный в Голливуде. В начале 60-х он отправился покорять Америку и в 62-м году получил роль Марка Антония в картине Клеопатра. Съемки картины, работа над которой шла несколько лет, начались с романа, который стал главной любовной драмой века. Харизматичный и темпераментный Бартон играл Марка Антония, а роскошная Элизабет Тейлор – Клеопатру. Во время съемок одной из первых любовных сцен между ними вспыхнула страсть. Поцелуи были длиннее, чем было нужно для кадра. Пара часто уединялась и не приходила на съемочную площадку. Причем не помешало роману даже то, что на съемки Бартон приехал с женой и двумя детьми, а Тейлор была замужем за Эдди Фишером. Страстный роман, с одной стороны, стал лучшей рекламой для фильма, с другой – постоянно задерживал съемки. Пара ругалась и расставалась. Работу над Клеопатрой закончили. Бартон и Тейлор получили развод, каждый у своей второй половины. И 15 марта 1964 года, заселившись в отеле Ритц в Монреале под фамилией Смит, за 10 минут стали мужем и женой. В тот день пара была прекрасна. Бартон в костюме, женственная Элизабет в желтом шифоновом платье, которое для нее сшила художник по костюмам Ирен Шараф. В волосах у нее были гиацинты и лилии. Они позировали фотографом у зеркала, целовались. Выйдя к журналистам, актриса сказала «Я на седьмом небе. Мы будем вместе с Бартоном до конца наших дней». Их отношения сложно назвать интимными. О подробностях личной жизни актеров знал весь Голливуд. Они не оставляли без работы папарацци и с удовольствием раздавали интервью. «С детства я верила, что судьба моя предопределена. И если это так, моя судьба – Ричард Бартон», говорила Тейлор. Пара жила красиво. За 10 лет совместной жизни и игры в кино заработали более 50 миллионов долларов. Будучи настоящей королевой Голливуда, Тейлор в годы брака с Бартоном снималась в фильмах при условии, что туда пригласят и ее супруга. Темпераментными и экспрессивными они были не только за закрытыми дверьми своего дома, но и в покупках. Два Роллс-Ройса, самолет и яхта, недвижимость в Ирландии и на Тенерифе, коллекция картин и антиквариата – это далеко не все, чем обладали пара Тейлор Бартон. Она дарила ему оригиналы картин Ван Гога, а он ей бриллианты – то, что актриса любила больше всего на свете. Злые языки говорили, что при помощи драгоценностей, неверный супруг задабривал Элизабет. Она – самая красивая женщина в мире, и я хочу, чтобы она, а не Софи Лорен или Катрин Денев, обладали самыми роскошными драгоценностями в мире. В 1969 году на аукционе Сотбис некий мужчина за 37 тысяч долларов купил знаменитую жемчужину Ла Перегрино, так называемая блуждающая жемчужина, перебив цену испанской королевской семьи. Это была особая вещь – драгоценность, найденная в XVI веке в водах Панамского залива темнокожим рабом, который за несколько веков ее существования обладали Мария Тюдор, семья Наполеона, а воспевал в своих картинах ее сам Веласкес. В 1969 году ее хозяйкой стала Элизабет Тейлор. Тем неким мужчиной был Бартом. Самый серьезный роман был у актрисы, конечно, с ювелирным домом в Болгаре. Она открыла для себя итальянские украшения во время съемок в Клеопатре. Во многом образ эффектной египтянки создавали именно украшения. Например, стилизованный золотой клафт, египетская полосатая корона, которая у Тейлор напоминает оперение диковинной птицы, браслеты, имитирующие змей, символы марки. Нетрудно догадаться, что Тейлор стала любимым гостем бутика Булгари на Вио Кондотти. Одним из главных преимуществ работы над Клеопатрой в Риме был магазин Булгари. «Я заходила к Джане Булгари после обеда, и мы травили истории», – говорила актриса. Один из первых подарков Булгари от Бартона Элизабет была подвеска-брошь с изумрудом в окружении бриллиантов, которая украшала платье лис во время их свадьбы в Канаде. Позже было еще много роскошных подарков, например, зеркало Клеопатры – аксессуар в древнеегипетском стиле из золота и бирюзы, созданный домом специально для Тейлор. «Часы-змея» – культовое творение Булгари, которое актриса не снимала в течение многих лет. За несколько лет похода в бутик на Вио Кондотти Бартон собрал для лис один из самых дорогих и красивых подарков – легендарный изумрудный гарнитур, который актриса очень любила. Именно в нем она появилась на церемонии «Оскар» в 68 году, когда получала премию за роль в картине «Кто боится Вирджинии Вульф?» В 72 году Бартон подарил Элизабет украшение, ставшее легендарным. Эффектное колье-сатуар в стиле ар-деко, причем сатуар украшался пфир-кабюшон весом 52 карата. Стиль булгарии 60-х – яркий, сочный, средиземноморский. Очень подходил главной голливудской красавице. Украшения, которые супруг дарил актрисы, были яркие и крупные, с разноцветными красочными камнями и флористическими мотивами. Одним словом, оказалось, что они очень подходили характеру отношения этой яркой пары – страстному и темпераментному. Драгоценные камни, к сожалению, не укрепили отношения этой красивой пары. В первом браке они прожили 10 лет, все время ругаясь и миряясь. Когда они расстались в суде, во время бракоразводного процесса Бартон сказал «Мы любим друг друга, но не можем жить вместе». Он уехал залечивать раны в Европу. Тейлор осталась в Нью-Йорке, крутила романы, снималась. Через некоторое время они помирились. Элизабет легла в больницу и взволнованный Бартон примчался к ней, устроив чуть ли не в больнице драку с ее тогдашним бойфрендом. Пара помирилась, а играть свадьбу поехала еще дальше, чем в первый раз в Африку. Правда, в этот раз брак продержался совсем недолго. Прожив меньше года, актеры расстались, хотя после не раз признавались в интервью, что до сих пор любят друг друга.